Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня с вами я, Рустам Абдруфов, в программе «Человек и право». Ваши вопросы на сегодняшний день касались трудового права, а именно определенных обязательств работников-работателей, в том числе увольнений. Поэтому мы выбрали один из вопросов и постараемся ответить в таком широком спектре, дабы предоставить ответы в том числе на другие вопросы. Кроме этого, вас интересовали моменты, касающиеся семейных отношений и банковского права. Поэтому давайте ответим на них. Обязана ли я оплачивать долг по кредитному договору бывшего супруга? В целом данный вопрос, будем так говорить, не особо-то и регулируется законодательством Кыргызской Республики, как гражданским кодексом, так и семейным кодексом. В целом, тут больше применяют такие нормы по аналогии, либо нормы смежного права. К примеру, когда мы говорим, что банк может заставить, например, второго супруга выплатить кредит, то это неверно. Если отсутствует согласие данного супруга, будем так говорить, на получение кредита и наличие поручительства от второго супруга. То есть, фактически, обязанности второго супруга по оплате кредита нету, так как, будем говорить, в рамках банковского права обязанность оплаты по кредиту лежит лишь на заемщике, том, кто получал денежные средства, не на семье, будем так говорить, которая приобретает кредит. При этом, выплата со стороны может быть, если имеется договор поручительства, то есть, когда закрепляют поручителем определенное лицо, которое обязано в том числе выплачивать по кредиту, если будет просрочка. Кстати, имейте в виду, что достаточно часто и в договорах поручительства, и в кредитных договорах банки указывают о возможности безакцепного списания. Что такое безакцепное? То есть, без согласия данного лица просто списать денежные средства с расчетного счета, например, поручителя. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Поэтому в законодательстве четкой нормы об обязанности нету. Но помните, что в рамках семейного кодекса мы можем говорить о том, что у супругов есть совместное имущество. И вот когда имеется такое совместное имущество, и взыскан денежная масса, например, с мужа, мы сейчас не трогаем супругу, то в этом случае могут обратить взыскание на совместное имущество. Это означает, что могут попросить суд, будем так говорить, назначить торги, например, в отношении определенного имущества, которое принадлежит двум супругам, хотя берет один супруг. При таких обстоятельствах важно понимать, было ли согласие второго супруга. Если согласия второго супруга не было, то можно в судебном порядке оспорить передачу одной второй части в пользу банка. То есть, это достаточно частная практика была в 2012-х, 2013-х, 2009-х, 2008-х годах. На сегодняшний день банки исправились, они всегда берут согласие второго супруга, но, тем не менее, бывает, возникает именно в этой сфере спора, когда одна из супругов оспаривает. При этом важно понимать, что суд будет учитывать, брались ли денежные средства на семейный бюджет, например, на приобретение этой квартиры, либо на улучшение этой квартиры, как ремонт и какие-то другие моменты в части жилья. Поэтому, если да, то, конечно же, суд будет на стороне банка, учитывая, что денежные средства вкладывались в имущество, в котором второй супруг также имеет свою долю. При этом, если имущество разделено в рамках, будем так говорить, контракта брачного, то в этом случае отношения уже, будем говорить, второго супруга к этому кредиту не будет, если это указано в рамках брачного контракта, о том, что данное имущество закреплено, например, только за таким-то супругом. Также может быть выдел в натуре, когда заключается некое соглашение, и говорят, что вот часть, например, пансионата твоя, а часть пансионата моя. При таких обстоятельствах тоже банку будет достаточно туго. Обязанностей по выплате как таковой в законодательстве нету, но в части обращения взыскания может возникнуть прецедент и возможность для банковского сегмента. Может ли работодатель уволить мать-одиночку с ребенком менее трех лет? Мы должны исходить, конечно, из следующего. Если данная сотрудница работает, то есть она вышла на работу, когда ребенку полгодика, год, например, в моем случае мои и коллеги, и в том числе мои сотрудники, они выходили через месяц на работу, то при таких обстоятельствах есть определенные, будем так говорить, условия, которые могут в том числе применяться и к таким лицам. То есть фактически, выходя на работу, когда ребенку еще не исполнилось три годика, то есть не задерживаясь на декретном, у нас такие же ровные трудовые правоотношения. И уже, будем говорить, нету состояния беременности, нету момента декретного отпуска, есть рабочие отношения. Соответственно, в случае прогула, как говорят, три и более часов, которая будет заактирована, зафиксирована, это будет основанием для увольнения. При этом в части прогула имейте в виду, что три часа должны быть подряд, потому что многие актируют, например, вот ее не было часа, потом не было полчаса, потом не было еще час и так далее, в течение дня. Нет, три подряд, то есть когда, например, с девяти, будем так говорить, до двенадцати человек отсутствовал. Причем, если он отсутствовал с десяти до часу, а с двенадцати до часу был обеденный перерыв, то в таком случае он отсутствовал лишь два часа. Поэтому достаточно появиться на работе на полчаса в девять тридцать, уйти, и можно прийти к часу на работу, и вас не смогут уволить. Это такой лайфхак для наших телезрителей, не любящих особо работать. Кроме этого, за, будем так говорить, определенные нарушения на работе, если это совершается неоднократно, также человек может быть уволен. Когда какие-либо действия работника привели к каким-то тяжким последствиям для работодателя, это тоже может являться основанием для увольнения. Ну и если декретница, будем так говорить, которая решила все-таки работать, пришла в наркотическом и алкогольном состоянии, это все зафиксировано соответствующими службами. Есть заключение медицинское. Кстати, заключение должно быть только медицинское, а не объяснительное от коллег, где будет указано, что вот, знаете, мы сидели рядом, и от человека, к примеру, был запах алкоголя. То есть этого недостаточно для увольнения, необходимо заключение специалистов. Это то же самое, когда вас останавливают сотрудники милиции и пытаются алкотестером проверить, пили вы или нет. То есть в данном случае проверка на наличие или отсутствие, будем так говорить, алкоголя в крови производится только специальными медицинскими учреждениями, а не сотрудникам ГАИ без медицинского образования. Это вам в целом так дополнительный лайфхак, да, будем говорить. Поэтому сотрудницу могут уволить, если она вышла из декрета по вот таким четырем основаниям. С вами был я, Рустам Абдруфа, в программе «Человек и право». Пишите ваши вопросы к нам на электронную почту, мы обязательно ответим на каждый из них, или вот в данном случае скомпонуем и попробуем в ответе предоставить какие-то дополнительные, будем так говорить, моменты в части других вопросов, которые приходили к нам на почту. Старайтесь соблюдать закон, старайтесь, в том числе, если вы говорите, например, о декретных отпусках, или вы говорите о выходе на работу, когда ребенку еще не исполнилось полугода, года, также соблюдать нормы трудового кодекса. При этом также помните, как мы говорили в других программах, о том, что в декретный отпуск может уйти и мужчина, этому ему позволяет и Конституция, и Трудовой кодекс Крымской республики в целом, и будем так говорить о борьбе гендерного равенства, которая привела к тому, что у мужчин появились дополнительно права, которые раньше принадлежали только женщинам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова